ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ По документам дата издачи объекта значится 17 марта 2025-го, но с депутатами строители поделились планами построить поликлинику до конца этого года. В настоящий момент начался монтаж внутренних перегородок и инженерных сетей. На сегодняшний день мы анализ закончили. У нас осталось только 50 кубов, это входные группы, но это уже после прокладки. В основном вы сейчас входите внутрь? Внутри и в основном. Ваши спокойно работают? Да, ну нет, шумные работы все равно ночью слышно, поэтому у нас второй смены не будет. Но по тем темпам, которые мы набрали, мы, в принципе, и днем успеваем в одну смену. Следующая остановка – возведение средней общеобразовательной школы на 1100 мест в деревне Ермолино. Гостей здесь сопровождал представитель застройщика Дмитрий Чувеев. Он также поделился оптимистичными планами по срокам окончания строительства учебного заведения. Ориентируемся для сдачи ее в этом году. Значит, в принципе, текущие темпы реализации этого объекта говорят о том, что эти планы вполне себе возможны и реализуемы. До конца года, да? До конца года, да. Все сделать. То есть не 1 сентября? Получится, будем к этому сроку срабатывать. Но вообще, в целом, до конца года. Заполняемость школы, я думаю, здесь будет моментальная, с учетом того, что вокруг введено уже в эксплуатацию порядочных домов, включая в том числе и соседей, брусники. Действительно, сказать, что эта школа долгожданная – не сказать ничего. Но подготовительные работы на площадке начались в марте прошлого года. К строительству приступили в мае. В настоящий момент завершаются работы по устройству фасада и кровли. Общая строительная готовность объекта составляет 55%. Безусловно, рабочие осторожничают, когда говорят, что школа будет сдана до конца года. Естественно, что-то может пойти не по плану. Но все-таки и они, и местные жители надеются, что мальчишки и девчонки придут сюда 1 сентября уже этого года. Внутри активно прокладываются инженерные сети. Внутри заканчивается возведение перегородок. Кое-где начинается черновая отделка стен. В заключении визита Владимир Жук отметил, что строительство социальных объектов в Ленинском городском округе хоть и идет с опережением сроков, за качеством работ ведется строгий контроль. Мы регулярно сюда приходим, на все площадки, которые вообще в Ленинском городском округе, и отслеживаем все сроки. Сроки обозначены в госпрограммах, и на сегодняшний день все объекты идут с небольшим опережением. Поставками материалов все в порядке, и все идет по графику. Поэтому мы видим, что никаких сложностей с вводом этих объектов в ближайшее время эксплуатации не наблюдается. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.